Приветствую вас, Екатерина. Я бы сказал, что проблема ключевая в том, что вы болезненно воспринимаете ущемление вашей свободы. То есть человек, он по факту может как-то вот проверять границы, смотреть что можно в отношении вас, что нельзя. Человек может по незнанию, может находясь в определенном эмоциональном состоянии пытаться ограничить вашу свободу. То есть могут быть разные моменты. В конце концов люди учатся взаимодействовать друг с другом таким образом. И понимаете, вы болезненно воспринимаете. Вы как будто боитесь, что если вы оставите этого человека в своем окружении, то он сможет вам чем-то навредить. Вы как будто бы боитесь, что оставьте у этого человека и дальше, он, ну, получит возможность ограничивать вашу свободу еще сильнее. То есть такое ощущение, что вы не доверяете себе, не доверяете своей возможности, что ли, защититься. Не доверяете своей возможности отстаивать свои границы. Вместо этого вам легче просто от человека избавиться. Это первое. Это, точнее, вот такой момент. Следующее. То, что касается самого поведения, когда люди вот интересуются где вы, с кем, когда вернетесь и прочее, то... Ну, это, если мы говорим про взаимодействие между романтическими партнерами, то это, конечно, весьма-весьма тревожный момент. И если это не сделано в форме заботы, когда человек просто проявляет заботу, доехала ли ты, добралась ли ты, да, то это, конечно, очень тревожный и крайне нежелательный элемент в отношениях. Возникает вопрос. Выбираете ли вы таких партнеров, которые таким образом себя с вами ведут? Если вы выбираете таких партнеров, то значит, вы выбираете их с какой-то целью. Выбираете ревнивых, неуверенных в себе следящих партнеров за вами. С какой-то целью. То есть, есть в этом определенная вторичная выгода. Она может быть разной. Может быть, вы хотите показать, что ни с одним мужчиной вы не сможете быть в отношениях. Может быть, вы хотите как раз таки, чтобы вас тиранизировали, хотите как раз таки, чтобы вас преследовали, чтобы таким образом чувствовать себя важной и значимой. Все, ваше естество против такой модели поведения, но какая-то часть подсознания, возможно, за это отвечает и хочет таким образом, чтобы к вам проявляли внимание. Следующее. Значит, вы говорите, нормально ли, что я не готов идти на любую жертву ради... А, даже на малейшую жертву ради любви. Ну, если честно, если честно, здесь про любовь, мне кажется, речь не идет. Именно про любовь. Мне кажется, что речь идет про симпатию некоторую. Мне кажется, что речь идет про это, а не любовь. Любовь все-таки не приходит сразу и... Мне кажется, вы здесь путаете. Что касается жертвы, то... От человека зависит. Может ли он жертвовать с собой или нет? Ну, вообще, жертвовать не нужно. Крайне деструктивная основа для отношений, если это жертва. Потому что жертвенное поведение, оно вызывает потребность в возмещении, в компенсации и так далее. Вот. Другой вопрос. Является ли жертва действительно жертвой? Как вот, например, в случае с личными границами, да? И вашей свободой. Это вопрос. Потому что... Попытка ущемить вас в вашей свободе, ну, не означает фактического ущемления свободы. А вам это воспринимается именно так. И... Судя по тому, что вам начал с человека все равно... Судя по тому, что... Судя по тому, что... Вы... Достаточно быстро... Забываете человека... Я полагаю, что... Возможно... Именно с целью... Эм... Ну, отсеять... Отбросить... Возможного партнера... Вы строите отношения. А вот почему и для чего вы их строите? С какой целью вы приходите в отношения? С каким... Эм... С какой направленностью вы приходите в отношения? С партнером? Это вопрос... На который... На который вам... Нужно найти... Ответ... Ну, по крайней мере постараться... Это сделать... Да? Да? Вот... На этом все... Я надеюсь, что помог вам... Эм... Я желаю... Всего самого доброго... Вам... Удачи... Я надеюсь, что... Эм... Эм... Ситуация разрешится... Вы... Сможете... Найти из нее выход... Найти из нее выход... От contagious менеджеряк. Здравствуйте... Здравствуйте...